Псалом Давида Когда его жизнь пришла пустыня Гонения, враги со всех сторон Но этот был удивительный человек И Бог его называет, что это человек по моему сердцу Я верю, что одна из причин, почему Давид был человеком по Божьему сердцу Несмотря на все его недостатки, ошибки Потому что его сердце всегда жаждало Бога Оно было всегда направлено на поиск Бога Его близости, Его реальность И даже когда он согрешил И Бог ему предложил выбор, наказание Он говорит, Господи, все что угодно Я готов понести все что угодно Но только не отступи от меня Духа своего От меня не отними И этот псалом последние, может быть, полгода Он очень сильно звучит в моем сердце Это моя молитва Каждый день Вспоминаю Сегодня утром я вспомнил Когда мне было 13-14 лет Еще давно не было То есть тогда еще не было написано Книга «Доброе утро, Дух Святой» Я вспоминаю это время Вы знаете, вот Бог видит мое сердце У меня не было ни секунды В сутки Чтобы я не был таких близких Взаимотношениях с Богом Я им дышал, я им восторгался Я поклонялся У меня были одни мысли Где бы я ни был Такая близость Его присутствие в моей жизни Я об этом вспоминаю И больше у меня этого никогда не было Были разные периоды времени Но такого не было Я понимаю Давида Который пишет этот псалом И я понимаю очень многих людей Которые здесь сидят Я верю, что это Слово от Бога сегодня для нас Мы можем проходить через разные времена И я верю, что есть в разные времена Через которые Бог нас проводит Есть время пустыни и засухи И очень важно, что мы делаем в это время Куда мы направляем свое сердце Куда мы идем Куда мы направляемся Чего мы ищем Это неизбежно И это от Бога бывает Что есть в разные периоды Или сезоны нашей жизни Господь так постановил От самого начала Мы читаем книги Бытие Он говорит Отныне Лето и зима День и ночь Это не прекратится Это сменяется Иногда мы поднимаемся на высоту Иногда мы опускаемся в низину Через что бы мы ни проходили Наш фокус всегда должен быть В правильном направлении Этот человек был по сердцу Божьему Потому что его сердце Всегда было направлено на Бога И даже когда он проходил долиной Смертной тени Он говорит Я не боюсь зла Потому что ты со мною Я не чувствую твоей близости Смерть дышит мне в лицо Но я знаю, что ты со мною Твой жезл, твой посох Они успокаивают меня Я знаю, ты накрыл трапезу Ввиду врагов моих Я знаю, что я пройду этот период Я знаю, что я пройду этот период Итак, давайте мы прочитаем вначале Этот псалом Псалом Давида Когда он был в пустыне иудейской Боже, ты Бог мой Тебя от ранней зари ищу я Тебя жаждет душа моя По тебе томится плоть моя В земле пустой И сохшей И безводной Чтобы видеть силу твою И славу твою Как я видел тебя во святилище Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь Уста мои восхвалят тебя Так благословлю тебя в жизни моей Во имя твое вознесу руки моей Как туком и элеем Насыщается душа моя И радостным глазом Восхваляю тебя уста мои Когда я вспоминаю о тебе На постели моей Размышляю о тебе в ночные стражи Ибо ты помощь моя И в тени крыл твоих Я возрадуюсь К тебе прилепилась душа моя Десница твоя Поддерживает меня Сегодняшние проблемы С которыми мы сталкиваемся Это не что-то новое Это было во все времена Просто масштабы меняются И вот если мы посмотрим на Историю Авраама Я не хотел об этом говорить Но я чувствую, что Дух Святой Меня ведет сказать об этом Бытие в 26 главе Мы читаем Что был голод В земле сверх прежнего голода Который был во дне Авраама И Господь явился Исааку В то время, когда он пошел К царю филистинскому Герар И Господь явился Ему сказал Не ходи в Египет Живи в земле О которой я скажу тебе Странствуй по земле И я буду с тобою И я благословлю тебя Ибо тебе и потомство твоему Дам всю землю И исполню клятву Которую я клялся Аврааму Отцу твоему Умножу потомство твое Как звезды небесные И дам потомство твоему Все земли сии Благословятся Всеми не твоим Все народы земли В жизни Исаака Был такой же период Сезон голода Был голод Засуха Пустыня Голод может касаться Разных сфер жизни Это может быть В отношениях В дружбе В служении Когда приходит кризис Когда мы Сталкиваемся С голодом Мы Становимся перед Определенными выборами Что делать Как поступать Куда идти Кому обратиться Какие решения Принимать Исаак принял решение Пойти в Герар Герар это был город Где-то посредине Между Египтом И тем местом Где он жил И Господь ему говорит Не иди в Египет Египет Мы знаем Что это прообраз Греха Прообраз Прошлой жизни И Египет Еще прообраз Того места В котором Бог Не желает Чтобы мы были Я хочу сказать Две важные вещи Библия говорит Что в последнее время Евангелие Царствие Будет проповедано И тогда придет Иисус В Царстве Божьем Две вещи Очень важны Для того Чтобы мы были Благословлены Для того чтобы мы были Могли Проходить через любые Обстоятельства жизни Очень важны две вещи Понимать время В которое мы живем Понимать Что Бог делает В этом времени На данный момент Что в Его сердце И второе Мы должны знать Место Потому что От места Очень много зависит Библия об этом Говорит Разными словами Говорит О том Чтобы мы познавали Божью волю О том Чтобы мы знали Свое призвание Свое предназначение Но вот Когда приходят Такие времена Когда Есть большой соблазн Пойти куда-то В другое место Мы читаем Книги Руф Когда был голод В Вифлееме В доме хлеба Они решили Пойти к Моавитянам Там много хлеба И мы знаем Чем закончилась Вся эта история В конечном итоге И вот здесь Исаак Предпринял решение Идти В Герар И дальше Его Бог Останавливает Слава Богу Что Бог Его останавливает И он Говорит ему Здесь один урок Который мы должны Научиться Если мы Проходим Через любые Обстоятельства Жизни Если ты сегодня Находишься В той земле В том месте В котором Бог тебя Поставил Ты никуда Не должен Двигаться У людей Есть очень Большие Искушения В нашей жизни Ничего не происходит Я вчера Беседовал С несколькими Людьми Из разных Церквей Пересеклись Случайно Они говорят Да, в церквях Ничего не происходит И люди Бродят с одного Места На второе место Есть большое Очень искушение Дорогие мои Сегодня пришло Время Которое Мы называем Последнее время И я абсолютно Уверен Что в это время Нам нужно понять Что в Божьем сердце Что он желает делать А он будет делать Великие дела Библия говорит Что славы Божьей Будет полна земля Библия говорит Что перед тем Как церковь будет восхищена Он ее сделает Славную Наполненной славой Своего присутствия То о чем Жаждил Давид То что он видел Славу Божью Освятилище Его руку Его силу Церковь будет чиста Без пятна и порока Я не знаю Как Бог это сделает Но он это сделает Последнее время И нам нужно понять Господь Что ты Хочешь Чтобы мы делали Я лично Мы как церковь Где мы должны быть Где мое место Бог говорит Не ходи Это принцип Который проходит Через все Писание Будь в том месте Где я тебе Ухожу Не имеет значения Через что ты проходишь Ты сегодня Не чувствуешь Ничего Сегодня Сегодня ты проходишь Долину смертной тени И там Тебе кажется Что все не так Не спеши Двигаться Без Божьего Благоволения Если вы меня понимаете Скажите Была такая же ситуация В жизни Илии Написано Был голод И Бог ему сказал А теперь Илия Пойди отсюда И приди В такое то место К такому то источнику И там Я Повелю ворону Чтобы он приносил тебе хлеб Чтобы он приносил тебе пищу Для Илии Это наверняка было Чем-то необычным Потому что ворон Вообще не чистая птица Но Бог Хотел показать Абсолютно неважно Это сверхъестественно Я не знаю Кому-то из вас Ворон приносил Пищу Иногда в нашей жизни Бывает что вороны Приносят пищу Вы понимаете о чем я говорю Бывают сверхъестественные чудеса Бог говорит Я могу делать Сверхъестественные чудо Но Важно Илия Чтобы ты был В том месте Где я тебе скажу Он мог бы сказать Господь Есть места другие Там где есть хлеб Там где нету голода Может быть ты меня туда Он говорит Нет Иди туда Куда я тебе сказал И когда он туда пришел Так и произошло Когда иссякла вода Бог говорит А теперь встань Иди отсюда Иди в Сарепту Сидонскую И там Я повелел Вдове Кормить тебя Это место там Это место там Место где Бог Поместил нас Земля Благословения Сей И там написано Что урожай Был во сто крат Больше Есть понимания Такие Что в последнее время Во многих Охладеет любовь И так далее И так далее И Церкви нужно просто Себя спасать Я верю Что Бог проявит Себя Великой славе Последние дни Через свою церковь Которую он Сделает славную 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 Это значит Полное его присутствие То о чем Жаждил Давид Я сейчас В пустыне Но я жажду Я видел Во святилище Твою руку Твои чудеса Я видел Твою славу Твое присутствие Нам это Сегодня Катастрофически Необходимо Сегодня люди Ищут какую-то Другую форму Поклонения Какого-то Другого пастора Какое-то Другое служение Чего-то нам Нужно Искать Господа Нам нужно Искать Господа Потому что Когда ты в нем Растворяешься Все остальное Не имеет значения Одна минута Его присутствие Она действительно Может сделать Намного больше Чем все наши Собственные усилия Коды Наши пути И мне нравится Что Бог Обещал Последнее время Это сделать Знаете Есть разные формы Божьего присутствия Или как проявление Божьего присутствия Я не знаю Как это правильно сказать Бог Вездесущий Бог наполняет С собой Всю вселенную Это одна форма Другое Это то Что Бог Проявляет Себя Каким-нибудь Каким-то образом В видимой форме Он Пребывающий Такое Его присутствие Он живет В нас Духом Своим Святым Иногда Бог проявляет Своё присутствие В виде Славы Мы знаем Что происходило В храме Когда Слава Божья Сошла Мы знаем Что когда Бог встретился С Моисеем Там Куст Мы знаем Что происходило Когда Бог пришел Чтобы дать Закон На горе Синай И есть Есть времена Когда Бог И вот это Пребывающее Присутствие Оно Становится Постоянным Как там Его присутствие Где крышка Завета Ковчег Завета Как это Было В храме Как это Было Первой Апостольской Церкви В течение 300 лет Библия говорит Что никто Посторонний Туда не мог Пристать Там было Реальное Божье Присутствие И Бог Это возвратит Церковь В последнее Время Почему Сегодня Не происходит Это Почему Знаете Вот последний Я анализировал У меня был Такой Трудный Период Моей Жизни Который Изменил Очень Много В моем Понимании Я сделал Анализ Вспоминаю Вот эти Первые Моменты Когда Пришла Вот эта Волна Чего-то Свежего Дыхания Обновления И мы Думали Вот это Решение Проблемы Помню Когда Первый Раз Где-то В начале 90-х Годов Господь Пришел К нам И Так Получилось Что Мы Начинали Церковь В Таллине И В церковь Начали Приходить Люди Колдуны Экстрасенсы И так Далее Проповедуешь Слово Проявляться И Господь Научил Нас Как Служить Мы Думали Вот это Решение Проблемы Какие-то Другие Формы Служения Какие-то Другие Формы Поклонения Прошли Годы И мы Опять Все еще Ищем Форм И методов Но я Верю Что Сегодня В Божьем Сердце Очень Сильное Желание Чтобы Мы На самом Деле Взыскали Его Это Не Общие Фразы Взыскали Его по-настоящему Чтобы Его Реальное Проявленное Присутствие Было В нашей Жизни Чтобы Оно Было В церкви Его И тогда Не нужно Никого Ни в чем Убеждать Ни о чем Не нужно Говорить Несколько дней Назад Я посмотрел На интернете Ролик Такой О китайской Церкви Подпольной Китайской Церкви И там Диктор Говорит И показывает Люди Не знаю Там Тысячи людей Где-то Собираются В каком-то Сарай И они молятся Они говорят Они не могут Собираться Их гоняет Они тайно Собираются В 4 часа утра И до 9 часов Молятся Я смотрел На лица Этих людей Которые Молятся Вы понимаете Что я говорю Молятся Потому что Мы уже давно Забыли Что такое Молиться Потому что Есть какая-то Пустота Пустыня У нас нет Восторга Соединения С Господом Но Бога Есть для нас Хорошая новость Он желает Он еще больше Жажет Чем мы Сами Проявить себя Это решение Сегодня Всех наших Проблем Это сегодня Решение Последнее время Как пройти Через эти обстоятельства Матфея 24 Главе там написано Когда ученики Задали ему Вопросы Говорят Каков признак Твое пришествие Сегодня люди Ищут признаки Вот это случилось Вот там Наводнение Вот там Землетрясение Это все Последнее время Это все хорошо Что в последнее время Я уверен Что мы понимаем Что мы в последнее время Но мы должны понимать Что Бог хочет Делать в это время Это намного важнее Чтобы мы понимали Его сердце Господь Потому что мы здесь Как люди Как церковь В наших телах Бог хочет использовать нас Бог хочет проявить Через нас Свою славу Он хочет Чтобы его воля Здесь на земле Была исполнена Он хочет Чтобы его царство Пришло на эту землю А царство Божие Это не просто Абстрактное понятие Когда сила царя Приходит И царство тьмы Отодвигается И он сказал Что будет проповедено Евангелие От царствия И тогда придет Конец И пришло время Церкви Исполнится Вожьим присутствием Чтобы власть Солея Была проявлена Через нас Личная Через церковь Божью И он говорит Будут эти вещи Будут эти вещи Будут землетрясения Будут войны Когда вы Об этом услышите Он сказал Не ужасайтесь Аллелуя Что нам нужно делать В последнее время Не бояться Не бояться Не имея значения Что говорят люди Люди будут Издыхать От ожидания Бесвий А он говорит А вы Не бойтесь Говорят Что 365 раз В Библии написано Не бойся На каждый Божий день Не бойся Ибо я с тобою Я тебя сохраню Будешь проходить Через воды Через огонь А он не попалит меня Если ты В том месте Где я тебе говорю Если ты в моей воле Ни один волос С головы твоей Не упадет Без моей воли Не ужасайтесь И дальше он говорит Будут предавать вас Будут еще то И другое И третье И по причине Умножения Беззакония У многих Охладеет любовь И многие говорят Да, ну сегодня Время такое Так написано Вот так будет Ладикийский период Охладеет любовь И вот поэтому Ну что мы Мы ничего не можем сделать А знаете Когда Иисус Об этом сказал Он сказал не о том Чтобы мы должны С этим соглашаться Он нам дал Как повеление Что мы должны делать Когда у всех Охладевает любовь Это время Для того Чтобы особенным образом Любить Чтобы проявлять Божью любовь Чтобы проявлять Божью любовь Чтобы Бог Мог через нас Любить Других людей Если мы читаем Внимательно Порока Иуды Он говорит Именно о последних днях Он говорит Придет время Когда Появятся Наглые ругатели Отделяющие себя От единства Верой И так далее Он говорит А вы возлюбленные Он говорит О наших днях Назидая себя На святейшей вере нашей Моляясь Духом Святым Сохраняйте себя В любви Божией Любого Охладеет А вы что делаете Сохраняйте И любите Дальше Он говорит Претерпевший До конца Спасется Будет трудное Время Будут трудные Времена Будут потрясения Как говорил Пастор сегодня Что нам нужно делать Верить С терпением Вера И терпение Это две вещи Которые взаимосвязаны Не имеют Значения Через что мы проходим Терпение Нужно вам Чтобы Исполнивши Волю Божью Получить Обещанное Нам нужно Не бояться Нам нужно Проявлять Божью любовь Нам нужно Проходить Верить С терпением И дальше Он говорит И проповедано Будет Евангелие Царствия Во свидетельство Всем народам И тогда Придет конец Знаете Последние Наверное Полгода Бог Очень сильно Говорит Моему сердцу О Евангелии Царства Я не знаю Это отдельная тема Очень Хотелось бы Говорить Но На самом деле Я верю Что сегодня Церкви нужно Возвратиться К настоящей проповеди То о чем Проповедовал Иисус Сегодня Церковь проповедует О многих вещах Но не о том О чем повелел Нам проповедовать Иисус Когда пришел Иисус Первые его слова Говорили Были покаятись Ибо приблизилось Возвратиться Царство Царство Божие И там написано Он ходил По всей Галилее Иудея Самарии Исцеляя больных Прогоняя бесов И так далее И так далее Проповедуя Евангелие Царствие Там еще написано Когда ученики Спросили О чем молиться Как молиться Он говорит Молите же так Отче наш Сущий Когда он избрал 12 учеников Говорит Идите Проповедуйте Что? Евангелие Царствие Сегодня проповедуется Евангелие Процветание Сегодня проповедуется Евангелие Спасение Сегодня проповедуется О многих других вещах Я вдруг обнаружил Что это не то О чем повелел Говорить Иисус Зачем нужно Евангелие Процветание Вы сегодня слышали Когда Иисус говорит Вам не надо Об этом проповедовать Вам нужно искать Царствие Божие Прежде А процветание Оно прилепится К вам Оно найдет вас Оно притянется К вам Значит нам нужно Возвратиться К проповеди Истинной проповеди Которую проповедовал Иисус Он избрал 70 И он говорит Идите и проповедуйте Евангелие Царствие После своего воскресения В течение 40 дней Мы читаем Деяние В первой главе Он учил Учеников О Царстве Божьем Удивительно Больше 120 раз Иисус говорил О Царстве Божьем О Церкви Он говорил Всего лишь два раза И задается вопрос Для чего тогда нужна Церковь Очень интересная мысль Если он Своим приоритетом Считал проповедь Царства Божьей О Царстве Божьем Так много говорил Помните эти притчи О Царстве Божьем Я даже не прочитал И говорит Истинно 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 говорю вам Настанет время Когда Ангелы будут Открыты Небеса И Ангелы Божьи Будут сходить Через Сына Божьего В английском написано По Сыну Божьему То есть Сын Божий Будет как лестница Между небом И землей И очень удивительный Параллель С тем Что произошло С Яковом Когда он Спал И когда он Увидел Картину Сон Открытое небо И Ангелы Божьи Исходящие И нисходящие И когда он встал Он сказал Удивительные слова Это не что Иное Как Дом Божий Дом Божий Церковь Божья Она должна стать Местом Где соединяется Небо И земля Вот о чем Господь сказал Да будет воля Твоя Те здесь На земле Как на небе И да Придет царство Твое Сюда На землю С небес И нет Другого инструмента Нет другой Возможности Как только тех Нас Которых Бог Спас в телах Вдохнул сюда Дух Святой Соединил нас Вместе Поставил Вы должны Быть здесь Искать Моей реальности Моего присутствия Чтобы Мое Царство Оно пришло И чтобы Оно распространялось Через вас По всему лицу Земли Мы сегодня Говорим Вот что происходит Гомосексуалисты Все набирают Обороты И так далее Все разваливается Сегодня Необходима нам Реальность Божья И Царство Божие Которое будет Вторгаться В Царство Тьмы Недостаточно Протестовать И стоять С плакатами Сегодня нужно Царство Божие Которое будет Освобождать Которое будет Являться В спасении Освобождении Тех Которое Сегодня связано С всякими Грехами Царство Божие Но для того Чтобы Божье присутствие Пришло В нашу жизнь Я так Обнаружил Анализировал Писание Есть много Причин Истык Главные вещи Я не буду Сегодня конспектом Бог меня ведет Совсем по-другому Истык главных Вещи Которые должны Быть Удалены Из нашей жизни Из церкви Писание говорит Что когда Бог Открылся Израилю Он Дал им Большое откровение О своей святости Он говорит Я хочу Чтобы вы построили В Нескинию Я хочу Там пребывать Быть с вами Присутствие Мое должно Быть с вами И он дальше Говорит Что я хочу Чтобы ваш Стан Был свят Чтобы я Не отступил От вас Нужно Возвращение Истинной Святости В церковь Когда мы Говорим о Святости То что Большинство из нас Наверное все Пришли Из христианских Семей Вы знаете Что были Разные В каждом Местности Понятия Святости Я вырос В таком месте Я помню Говорили Нам нужно Освящение Бог не действует Нам нужно Освящение В церкви Вот опять Сестры Челки Позаводили И так далее Ну вы знаете Потому что Некоторые люди Говорят Что нужна Определенная Форма Одежды Которая Делает Нас Святыми Некоторые Люди Говорят Что Удаление От каких-то Форм Поведения Тоже Делает Нас Святыми Например Футбол Нельзя Играть Я не знаю Еще чем-то Заниматься Некоторые Люди Говорят Что Для того Чтобы быть Святым Это нужно Быть Высокоморальным Человеком Быть чистым Человеком Но это не Истинная Картина Святости Потому что Мы часто Путаем Святость И праведность Быть Безгрешным Быть чистым Это быть Праведным Истинное Понимание Святости Святость На Иврите Это означает Посвященный Богу Отделенный Для Бога Отделенный Бога Для Святых Для Священных Дел Бог Например Назвал Куст Святым Он не был Святее Других Кустов Он назвал Гору Синай Святой Эта Гора Не была Святее Других Гор Бог Назвал Один День Недели Святым Он Он На всех Днях Когда Творил Он Говорит Это Хорошее А Седьмой День Которым Платил Он Назвал Особенным Святым Бог Называет Святыми Нас С вами Несмотря На все Наши Недостатки Я Всегда Удивляюсь Когда Читаю Послание Коринфянам Которой Церкви Которой Было Столько Недостатков Которой Был Блуд Которой Была Вечерю Превратили В пьянку Разделение Разногласия А Бог Через Павла Начиная Пишет Избранным Святым Не Кажется Ле Это Нам Противоречие Святой Это Оказывается Прежде Все Тот Который Отделен И Посвятил Себя Богу Бог Называет Святым Брак Взаимоотношения Между Мужем И Женой Это Кровный Завет Это Свято Бог Называет Взаимоотношения Между Братьями Святыми И я верю Что Когда Бог Говорит О том Что Святость Должна Быть Установлена В Церкви Мы Должны Научиться Почитать То Что Бог Начинает Почитает Святым Бог Например Даже Почитает Святым Место Поклонения Святым Место Мы Можем Сегодня Смеяться Или Еще Что Нибудь Но Я Вспоминаю Эти моменты Или Видел Раньше Или Видели В фильмах Когда Какие-то Православные Шли Мимо Церкви Они Снимали Шапку И они Перекрещивались И так Далее Потому что Это место Поклонения Это место Божьего Присутствия Бог Нужно Почитать Святым Что Бог Назвает Десятины Святыми И не Нужно Уговаривать Мы Должны Почитать То Что Бог Почитает Святым Читайте Место Писания Он Говорит Это Священное До Меня Десятая Часть Это Святыня Господня И Не Нужно Дискуссии Нужно Ли Это Давать Если Мы Хотим Чтобы Истинная Святость Мы Должны Посвятить Себя Тому Чтобы Почитать То Что Бог Почитает Святым Если Понимаете Скажите Мень То Что Бог Назвает Святым Бог Называет Наши Тела Святыми И Мы Никогда Не Станем Поистину Праведными Если Мы Не Отделим Себя Для Бога Оказывается То Чтобы Стать По Настоящему Праведным Нам Нужно Делать Шаги В Святости Посвящении Он Говорит Если Ты Хочешь Божьей Волей Если Ты Проходишь Через Пустыню Не Знаешь Что Сейчас Делать И Миндушишься Туда Мне Пойти Туда Мне Пойти Может Там Решение Мои Проблемы Первое Что Тебе Нужно Сделать Писание Говорит Если Ты Хочешь Знать Божью Волю Отдай Свой разум Для Изменения Отдай Своё Тело Богу В жертву Для Разумного Служения Потому Что Бог Называет Нас Тело Наше Оно Должно Быть Посвящено Богу Не для Греха Не для Блуда А быть Храмом Святого Духа Где Бог Хочет Установить Своё Присутствие И Чтобы Это Присутствие Распространялось Вместе Со Мной Я Так Жажду Это Я Возвратилось В моей жизни В той Мере Я Хочу Чтобы Это Увидеть Это В церкви И Бог Этого Больше Ещё Желает И Он Это Сделает Моё Желание Моя Цель Сегодня Говоря Вам Об этом Это То Что Глубоко Моём Сердце Для Чтобы Мы Предоставили Себя И Попросили Бога Чтобы Он Дохнул Нам Эту Жажду Это Решение Всех Наших Проблем Вторая Вещь Должно Быть Установлено Истинное Поклонение Бог Живёт Среди Поклонения И Поклонение Это Немножко Больше Чем То Что Мы Видим Мы Сегодня Были Здесь Мы Поклонялись Господу Божье Присутствие Бог Иногда Нас Касает Но Есть Нечто Больше Поклонение На Еврике На самом деле Это Просто Дословно Встать На Колени Это Значит Абсолютно Подчиниться Богу Это Значит Наша Жизнь Полностью Подчинена Богу Я Могу Поклоняться Богу Не Открывая Рта Это Не Просто Медленная Песня Это Состояние Моего Сердца Я Понимаю Что Вы Об Этом Знаете И Понимаете Но Что То Должно Произойти С Нами Потому Что Бог Именно Таких Людей Ищет Богу Нравятся Такие Люди Библия Написана О том Чтобы Мы Искали Бога Ищите Господа Ищите Силы Его Ищите Лица Его Всегда Но Есть Две Категории Людей Которых Сам Бог Ищет Он Говорит Он Ищет Ходатая Те Которые Знают Его Сердце Которые Готовы Стоять В проломе Молиться Потому Что Бог Нас Поставил Молиться За этот Город Молиться Кстати Вы знаете Что Сегодня День Покаяния И молитвы За Америку Не слышали Об этом Сегодня Установлено Сегодня Все Американские Церкви Многие Американские Церкви Соединились В том Чтобы Каяться И молиться За эту Страну Бог Ищет Таких Людей Ходатая Которые Могут Принять Его Сердце Боли Его Сердца Только Церковь Это Единственное Место Где Соединяется Небо Из земля Бог Не может Это сделать Через ангелов Бог Не может Это сделать По-другому Только Через церковь Бог Ничего Не делает Без молитвы Бог Ничего Не делает Без человека Мы Должны Понимать Наше Предназначение Зачем Мы Вообще Здесь Живем На земле Кстати Пусть Он Сделает Нас Настоящими Поклонниками И Третье Должны Быть сокрушены Идолы Нашей Там Где Идол Там Множество Там Бог Не может Быть Невозможно И Сегодня Я наблюдаю За этим Братья Поверьте Я не хочу Сейчас Какого-то Судить И так Далее Я хочу Чтобы Изменилась Моя проповедь Сегодня Я хочу Проповедовать О Евангелии Царстве Я хочу Проповедовать О Царе Я не хочу Проповедовать О Процветании Иисус Не об этом Не проповедовал Иисус Не проповедовал О Субботе Иисус Не проповедовал Об освобождении Бесых Иисус Не проповедовал Он проповедовал Евангелие Царства Но там Где это Царство Являлось Там все Эти вещи Происходили И вот Есть Идолопоклонство Очень серьезное Сегодня В этой Церкви То есть В этом мире В западном мире В котором мы живем В церкви Западной Когда Я смотрел Вот на этих Китайцев Которые Шесть часов Молятся Со слезами На глазах И ходатайствуют Сегодня В Китае Движение Если вы слышали От Назад К Иерусалиму Называется Бедная Страна Христиане Во всяком случае Там бедные Которые Посвящают себя Тому Чтобы идти По всему Ближнему Востоку Проповедовать Евангелие Они двинулись Чтобы возвратиться К Иерусалиму Иисус сказал Идите от Иерусалима До края земли Они это делают Несмотря ни на что Потому что Нечто В их сердце Есть Они не ищут Ничего другого Есть нечто В их сердце То что потеряно Сегодня у нас И Когда мы читаем Это место Возвращаясь к тому От чего начали Сегодня О чем читал Пастор Ищите же Прежде Царство его И праведность А все остальное Приложится вам Там дальше Иисус сказал Не заботьтесь ни о чем Выше он сказал Посмотрите на птиц небесных Посмотрите на Лилии И отец ваш небесный Он не сказал Отец их небесный Ваш отец О них заботится Тем более о вас И дальше он сказал Интересные слова Он сказал Об этом всем Заботятся Язычники Об этом всем Заботятся Идолопоклонники Об этом всем Много говорят Они А у вас Не должно быть так Язычники Это не обязательно Плохие люди Они тоже Поклоняются Кому-то Но у них Другой приоритет Он говорит И невозможно Поклоняться Мамоне Невозможно Поклоняться Господу Там где есть Идолопоклонство Там Господь уходит Ищите же Прежде всего Царство Божье И правда его Все остальное Приложится вам Если мы Заботимся Если мы Наполны Заботами И страхом Перед завтрашним днем Это говорит о том Что нам нужно Как никогда Просить у Бога Жажды По его присутствию Реальности Потому что Все это Тогда улетучивается Как пыль Как дым Аминь Я вспоминаю Это было Много лет назад Я думаю Это был 85-й год Или 86-й год Может быть Я эту историю Рассказывал вам Здесь Когда-то Я С другом моим Приехал Из Сталина В город Где жили Все мои родственники В Молдаю Терраспу Такой город Если вы слышали Это было Время 85-й год Еще такое Махровое Советское Время Было И церковь Была Подпольная Церковь И В это время Был очень тяжелый Период Гнали эту церковь Кагабисты Там прижимали И так далее И так далее Но поскольку Мы приехали Мы были в отпуске Там значит Братья решили Поскольку Собираются По домам То те Которые Они работают Скажем Старки Старушки Можете приходить На час пораньше Чтобы в последний Момент Все они шли Вместе Кто из вас Понимает Или переживали Вот такие состояния Хотя они и так Знали Где что и как Ну Вопрос не в этом Ну и мы пришли Раньше Времени С моим другом Потому что Мы были в отпуске Пришли туда Еще час Был на начало Служения И там Сидело Несколько Пожилых Бабушек И два брата Интересно Братья такие Такие простые Есть такие Простые братья И Сидим Тишина Еще целый Час Ждать И один брат Говорит Ну что Может Заспеваем В ожидании Знаете Как говорят Ну что Там попытались Петь Ничего не Получилось Заскрепели Своими голосами Ничего не Получилось Потом Молчат Ну что Что надо Говорить И один Другому Говорит Эти братья Они на самом деле Были Ну такие Простые Братья И один Другому Говорит Они оба Говорили На украинском Языке Хотя Жили в Террасполе Но между собой Говорили на украинском Языке Потому что Родом были Оттуда Где-то Западной Украины По-моему И он Говорит Давай порассаждаем На Словом Божьем Один Говорит Другому Брат Никифор Як Ты Думаешь Кто В умнейшей Люды Чептыти Кто Умнее Люди Или Птицы Брат Люды Другого Звали Брат Иван Говорит Не Брат Никифор Птицы В умнейшей Брат Никифор Сразу Завелся Як В умнейшей Там Написано Что Господь По своему Образу И подобию Их Створил Не Е Написано Что Птицы В умнейшей Як В умнейшей Господь Сказал Что Человек Это Венец Божьего Творения Не Е Написано Они Между собой Так Словесно Состязались Он Говорит Вот Е Написано Матфея Шестая Глава Берить Пример С Птиц Этот Брат Никифор Берить Пример С Птиц Это Значит Брать В них Пример В этом Вопросе Не Заботься Не 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 Я Че Ваны Дурниш Як С них Можно Брат И Пример Я Не Привеличиваю Ничего Я Понимаю Теперь Откуда Все эти Анекдоты Берутся Жизни И Брат Никифор Ему Прочесно Говорит Не 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 Вот Скажи Брат Никифор Скажи Ты Можешь У Африку Полетите А Туда Говорит Ну Возьму Билет И Полечу А Вони Без Билета Летаю Я Раньше Вот Как-то Вспоминал Это Очень часто Таких Узких Кругах Вот Я Рассказывал Эту Историю Знаете Они Оба Эти Брата С Господом А я Сейчас Понимаю Что На самом Деле Птыцы Умнейше Чем Люды На самом Деле Получается Так Когда Мы Без Близких Отношений С Богом Мы Становимся Глупыми Мы Делаем Необдуманные Поступки Мы Метушимся Бегаем Неизвестно Куда Рвемся Непонятно Куда Тогда Когда Бог Говорит Вам Нужно Быть В Покое Солнца Нету Тучи Нагрянули И Овен Написано Ничего Придет Время Подует Ветер И Опять Выглянет Солнце А ты Оставайся В Покое Не Заботьтесь Ни О чем Я Не Видел Ни Одной Птицы Которая С утра Сидела И Думала Что Мне Делать На Ветке Они С самого Утра Славят Господа Они Поклоняются Ему И Он Говорит Берите С них Пример Потому что Если Вы делаете По-другому Вы Язычники Вы Не на Меня Уповаете И Невозможно Мое Присутствие И Этого Идолопоклонства Хватит Нам Сегодня Говорить О чем Либо Проповедовать О чем О Каком То Процветание И так Далее Сегодня Нам Нужно Говорить О Царе Царей Который Пообещал Позаботиться В любых Обстоятельствах И Давид Это Понимал Он Говорит Я не Видел Не Будет Такого Не Будет Такого Чтобы Ты Твои Дети Если Ты С Богом В близких Отношениях Чтобы Ты Стоял С протянутой Рукой В любых Обстоятельствах Время Пришло Сыскать Божьего Лица Время Пришло Открыть Ему Наши Сердца Для Того Чтобы Он Дохнул Своим Дыханием И Чтобы Он Зажег В нас Этот Огонь Может Быть Это Уже Потеряно Но Каждый Из Вас Я Верю Что Каждый Из Вас Имел Эти Время Близких Переживаний С Богом Бог Не Дел Это Чтобы Мы Только Просто Вспоминали Об Это Давид Жаждал Для Того Чтобы Это Возвратилось Когда Он Был В Пустыне Я Говорит Я Знаю Я Знаю Мне Сегодня Трудно Ты Со Мною Но Ты Там Накрыл Стол И Я Буду Вечерить С Тобой Давайте Мы Встанем Сейчас Давайте Мы Поднимем Наши Руки Господу Я Верю Что Нам Нужно Еще Изменить Свои Отношения С Духом Святым Бог Не Только Нас Сюда Поместил Еще Есть Личность Святого Духа Который Помогает Нам Во Всех Наших Делах Сегодня Нам Нужно Стать Настоящими Пятидесятниками Не На Словах Сегодня Нам Нужен Дух Святой Господь Мы Поднимаем Наши Руки К Тебе Мы Поднимаем Наши Руки К Тебе В знак Того Что Мы Нуждаемся В Тебе Господь Сегодня Мы Нуждаемся В Тебе По Настоящему Господь Мы Благодарим Тебя Господь За весь Путь Котором Мы Шли Через Что Мы Проходили Благодарим Тебя Господь За то Что Через Что Мы Сегодня Проходим Я Сегодня Господь Супованием И Надеждой Смотрю На Тебя И Я Благодарю Тебя Господь За Твое Вечное Святое Слово Ты Сказал Ты Не Можешь Изменить Своего Слова Ты Сказал Ты Своё Слово Превознёс Превыше Всякого Своего Имени И Ты В своём Слове Пообещал Что В эти Последние Дни Твоей Славой Будет Полна Вся Земля Ты Сказал Что Твоя Церковь Будет Славной Сердце Господь Там Где Иссохло Там Где Умерло Господь Дохни Своим Дыханием Жизни Господь Пусть Сила Воскресшего Царя Она Придёт Господь Сейчас Дух Святой Принеси Это В наши Сердца Господь Мы Открываем Наши Сердца И для Тебя Господь Мы Сегодня Просим Господь Коснись Коснись Нас Господь То Что Мы Не Можем Сделать И Это Мы Не Можем Сделать Без Тебя Мы Господь Сегодня Делаем Новое Посвящение Тебе Наши Чела Тебе Господь Наши Чела Тебе Господь Помоги Нам Господь Сегодня Дай Нам Откровение Господь Пусть Слово Работает У нас Дай Нам Откровение Чтобы Мы Начали Почитать То Что Ты Почитаешь Святым Господь Господь Прости За посетать жен и жена мужей господь братья братьев господь сделай это с нами господь сокруши господь всякого идола в нашей жизни господь сделай нас истинными поклонниками халли любви благословляем имя твое господь благодарим тебя дайте мы возьмем друг друга за руку сейчас господь я благодарю тебя за брата сестру которая рядом со мной я благодарю тебе я верю что это твоя воля господь чтобы мы были вместе господь это ты поместил нас в этом место господь господь дай нам почтение дай нам единство господь пусть всякое недовольство уйдет и непонимание будет разрушена пусть придет истина твое единство господь выходить бы хотим быть том месте в котором ты нас поместил господь мы хотим господь исполнить твою волю в том месте в котором ты нас поместил халли любви благословляем твоими и благословляем друг друга господь брат сестра которые рядом со мной пусть они будут благословены прежде всего познание тебя пусть этот жажда и огонь загорится в их сердцах я благословляю их на это благословляю на близкие взаимоотношения с тобой господь аллилуйя аллилуйя шебака тащила рамакей либо хаши тула раба ката салара маха тащи либо катула романа дакеля раба даши дакамана арей алые и давайте будем общаться дух с этой помоги нам помоги нам господь помоги нам господь аллы лылия мы благодарим тебя сделал даска светлыми веры господь чтобы мы воистину начали верить твое слово как ты говоришь ты сказал что ты помощник нам во всех наших делах мы нуждаемся твой помощи мы нуждаемся твоей реальности мы друж'm со твоем присутствии и мы сегодня молимся господь допреди твое царство господь и да будет воля твоя моей семье господь а твоя воля чтобы я и мой дом служил господу я сегодня провозглашаю я сегодня прошу тебя сделай меня господь сделай меня сделай мое тело местом твоего присутствия чтобы она распространялась в моем доме господь среди моих родственников на работе на на всяком месте куда я буду двигаться господь аллилуйя возьми мою ставу дел господь возьми мои руки господь возьми мои ноги господь и сможешь для себя господь нуждаемся нуждаемся пусть это дух господь пробуждение пусть это такой пусть это дождь придет господь в эту церковь господь в этот город господь и в эту страну и на эту землю аллилуйя господь мы сегодня соединяемся с нашими братьями и сестрами которая молится господь ты сказал это твое слово это твое обетование Ты сказал Господь, если Твой народ смирится, если они будут каяться, если они будут просить прощения, если они будут молиться, если они будут ходатайствовать, то Ты исцелишь эту землю. Господь, исцели эту землю, до которой Ты нас поместил. Мы сегодня ходатайся во имя Иисуса. Аллилуйя! Пусть придет истинное пробуждение в Церкву Твою, Господь, пусть всякие идолы в Церкви будут разрушены, пусть Евангелие Царство Твое, оно возвратится, Господь, в той мере, в которой Ты хочешь видеть господь пусть это царство твое аллилуйя пусть твое царство изгоняет царство тьмы молимся милости для америки молимся о покаянии молимся господь сегодня молимся президенте господь мы просим чтобы ты прикоснался к его сердцу господь и прикасался к его разума отец во имя иисуса ты сказал чтобы мы об этом молились мы сегодня молимся господь пусть никакие другие решения и пусть никакие другие влияния не будут на него господь и на правительство но пусть будет твое решение твоей воли и мы сегодня провозглашаем твое слово она будет исполнена аллилуйя во имя иисуса христа ты зал вся слава твоя твоя слава наполнит всю землю и эту страну пусть она наполнит пусть она возвратится то что потеряно во имя иисуса сделай нас ходатами сегодня дай нам примена твои понять дай нам нести твои времена господь аллилуйя поклоняемся тебе господь молимся сегодня господь во имя иисуса христа присоединяем наши голоса голоса многих людей слава тебе господь аллилуйя если есть здесь есть люди никогда не упускает и возможности которые еще не знают господа иисуса христа которые никогда не открывали ему свое сердце для того чтобы он пришел и поселился стал господином и царем жизни вы можете это сделать сейчас может быть вы ушли от бога может быть вы потерялись и шли далеко от него сегодня время возвратиться к нему сегодня время взыскать бога выйдите сюда вперед если есть такие люди мы будем молиться вместе с вами халлилюя 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 мы благодарим тебя господь мы благословляем имя твое господь в это утро благословляем имя твое господь в это утро поклоняемся тебе господь давайте мы поклонимся ему халлилюя давайте мы поклонимся 1 от всего нашего сердца халлилюя Господь, сделай нас такими. Аллилуйя. Твоё на земле, на земле, Как и на небе садится, да скажется имя. Твоё, да будет царство. Твоё, да будет воля. Твоё на земле, как и на небе садится, да скажется имя. Твоё, да будет царство. Твоё, Господь, да будет воля, да будет воля Твоя. На земле, как и на небе садится, да скажется имя. Твоё, да придет царство. Твоё, да будет воля, да будет воля Твоя. На земле, на земле, как и на небе садится. Твоё, да будет воля, да будет воля Твоя. Твоя, да будет воля Твоя. Твоё, да будет воля Твоя. Твоя, да будет воля Твоя. Твоя, да будет воля Твоя. Мы любим Тебя, мы славим Тебя, славим Тебя, славим Тебя, славим Тебя, славим Тебя, Господь.